Вторая неделя весны Света дрожащего от нетерпения Нет, дорогая, он падает только когда ты звонишь Ну а как же, ставить некуда Самые большие букеты, как всегда, от двоечников А Бог его знает, кто придет, может, никто не придет А вдруг придет? Спасибо за приглашение, спасибо Ладно, Верушка, целую, завтра позвоню А Невский сквозняк в эту ночь пахнет розами-мимозами И автоинспектор не прочь ограничиться угрозами Долго в долине стихают счастливые Поздние чьи-то шаги торопливые Завтра 8 марта Но уже сегодня мы хотим поздравить всех мам, бабушек, сестер и подруг с праздником Желаем счастья Значит, если я ни жена, ни мама, ни бабушка, ни подруга, мне счастья не может? Молодцы, мужчины, всегда, надо попросить, как всегда, ее трудно для вас Павел Сергеевич, это Стоцкий Поздравьте, пожалуйста, супругу, дочек с наступающим Завтра кровь и сноса, где-нибудь после обеда готов занести вам все денежки До свидания Придет По капле, по капле, зима в солнце завтрашнем растопится По капле, по капле, надежда на счастье в сердце копится Город уснул в предвкушении праздника Только капель засыпать не торопится Город уснул в сердце Телефон 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 Мамочки Кто там? Сантехника вызывали Да Так сегодня же праздник Простите, не проздравил А что, в празднике вода не нужна, что ли? Нужна Нужна Добрый день, хозяйка С праздником Спасибо На что жалуемся? Я думала, что вы по праздникам не работаете Желез предполагает А ЖЭК располагает Я пойду переоденусь, потому что я не ожидала, что вы... Можете не оденаться Я вас долго не задержу, может еще успеете доспать Мужские тапочки есть? Тапочки мужские есть? Они сейчас заняты Пожалуйста, проходите Вперед Туда Нет, нет, это не здесь Это в ванной А что теперь наши ЖЭКи работают И в праздничные, и в воскресные дни, да? Про всех не знаю А у меня просто другого времени нет Я по совместительству Воды уже несколько дней нет Угу 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 Часто Угу Ничем-нибудь помочь? Нет, нет, спасибо большое, спасибо Спасибо Поэтому сегодня, в этот праздничный день Мы с самого раннего утра Предлагаем вам интересную программу Кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро Парам-парам, парам-парам На то оно и утро С авторами этой веселой песенки Медвежонком Винни-Пухом А также его друзьями Пятачком и Осликом Я вас ждет встреча Через одну-две минуты Оставайтесь с нами Нет уж, вы сами Ну как там? Пауков много Видно, их давно никто не беспокоил Но вы не бойтесь Я их всех разогнал Так я не боюсь пауков А вы кофе не хотите? Нет, нет, спасибо, я позавтракал Что-нибудь серьезное? Да нет, скорее смешное Ну, обычно нас приглашают, когда где-то течет А у вас наоборот Правда, не знаю, что лучше Вы первый закон сантехники знаете? Все течет, но ничего не меняется Это все сантехники такие философы? Работа такая Вы же привыкли смотреть в самый корень Ну, понятно Сантехники 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, НЕТ! ДОБРОЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Я дико соскучился. Дико. Я соскочу по третьему. Целую. Чего купить? Ничего не надо. Ты же знаешь. Как же я соскучился. Задушу. Стоп! Пока. Ты где? Держай. Пинетик. 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 Они что, там все с ума посходили? Кто? Здрасте. Не успел на минуту отойти, как тут же забыли. Это я, сантехник. Принес вам детали. Старинная вещь. Помочь вам с кремом? Занимайтесь своим делом. Мне ванна нужна. Чего вы накинулись? Хотел помочь в праздничный день. Вы, между прочим, второй раз в праздничный день приходите без цветов. Простите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хозяйка, прошу, отжегай и от себя лично. Не вянет. И поливать не надо, а то заржавеет. И пахнет моим любимым дезодорантом. Только не называйте меня, пожалуйста, хозяйкой. Меня зовут Наталья Павловна. Как? Невероятно. А что вас так удивило? Это мое любимое сочетание с детства. Наталья Павловна. Наталья Павловна. Сергей. А по отчеству? У нас у сантехников или имя, или отчество. Или Сергей, или Сергеевич. Вот так. Ну, тогда Сергей. А меня называется Наташа. Я думаю, что мы с вами одного возраста. Да нет, ну что вы. Я лет на 10 старше. Да? А вы с какого года? С 60-го. Ну, спасибо вам за комплимент. Ну, давайте я вам помогу. А то я сейчас в ванной окончательно перемажусь. Вы лучше воду сделайте, а? Если труба не гнила, я очень скоро сделаю. Очень. Я смотрю, вы на все руки мастер. Прямо Баталов из Москвы о слезам не верит. Нет. Скорее, Мехуков. Без ирония судьбы. С друзьями в баню ходите? Нет. Нет. К баню у меня чисто профессиональный сантехнический интерес. Хотя и по совместительству. Так вы доктор? Угадали. Вы, случайно, не следователем работаете? Нет. Я в гимназии преподаю экономическую географию. Учите, где растут зеленые, где деревянные. Ну, это была бы уже экономическая ботаника. Ой, мы с вами заболтались, а время, может, в прочем, уходит, уходит. На мед понял. А ручной миксер надежнее. С электрическими, если скорость высокая, можно вместо крема масло взбить. А у ручного, уверяю, и крем вкуснее получается. Недаром ручная работа выше ценится. Может быть, вы и правы, а у меня на всю ручную работу по дому никаких рук не хватает. А мы сейчас миксер починим. А где отвертка? Отвертка. Вот. А вы не могли бы открыть дверь, а то у меня руки в креме. Нет, 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 нет. Не хочу светиться. А если это соседи увидят меня здесь, начнут просить здесь подтяни, здесь прочисти, а у меня сегодня короткий день, мне бы с вами разделаться и домой. Здравствуйте, с праздником. Это вам. Что это? Думаю, подарок. От кого? К сожалению, не от меня. Пожалуйста. До свидания. А вы уверены, что это мне? Абсолютно. Кто там, соседи? Да нет, посылку принесли. С праздником поздравляют. Не знаю, ничего не написано. Как не написано? Что, обратного адреса нет? Да нет же, ничего нет. Какая я дура. Надо срочно на милицию вызвать. Да вы уже все раскрыли. Как говорит наш главврач, поздно пить ворзуме. Пучки уже отказали. Может, записка внутри? Сынки. Как. Абсолютно. Привет, девочки. Я слушаю Знаешь что, мне Стоцкий сейчас прислал Подарок к 8 марта Звонят в дверь, приносят подарок От кого не говорят Я открываю, а там Бутылка французского шампанского И потрясающей красоты Белый пеньюар А с чего ты решила, что от Стоцкого? И так больше не от кого И еще Открытка на французском языке Поздравление Ну я кое-что перевела, всякие нежности Что-то раньше я тебе таких подарков никогда не делала Ну, шампанское, я думаю Ему родители учеников подарили А пеньюар, наверное, на толкушку купил Во, секонд-хенд Ну ладно Новый пеньюар из дорогого магазина Неужели уже не спер? Верно, если ты не любишь моего Стоцкого То хотя бы гадости не надо про него придумывать Правда, я не понимаю, почему он мне французское шампанское прислал Он ведь знает, что я люблю наше полусладкое Ну я и говорю Шампанское ему на халяву досталось Да ничего, варенье добавишь, выпейте Да Жень, ну ни жури в углу не видишь, вон так Ну ладно, Верка, прекрати Ну я понимаю, что Стоцкий эгоист Очень хорошо ко мне относится И только что это подтвердил А другого, который бы тебе понравился У меня нет И вряд ли когда-нибудь появится Давай эту тему в праздник не обсуждать, ладно? Ну не хочешь обсуждать, не будем? А хочешь анекдот? Мне девчонки на работе рассказали Потом расскажешь Сейчас Стоцкий перейдет, а у меня здесь еще конь не валялся Это Стоцкий у тебя сегодня не валялся? Слушай, ну сколько можно позволить один угол? У тебя горит там что-то? Ну все, пока, потом созвонимся Целую Извините, вы закончили? Здесь все Я ванну имею в виду Я ради ванны вас вызывала Там работа серьезная На полдня Труба уж больно гнилая Ну тогда ничего не надо Тогда спасибо, что зашли После праздников продолжим Работу мне надо закончить Иначе наряд не закроют Я же не даром работаю Ну вы скажете, что хозяйке не было дома Я подтвержу После праздников я не могу Да и без души вас жалко оставлять Хотите, я вам туда воду Из кухни подам? Хочу только быстро, пожалуйста Пять минут, все будет в порядке Пять минут, все будет в порядке Милые дамы Вы наверняка уже получили Первые поздравления и подарки От самых дорогих и близких вам мужчин Но уверяю вас Самые главные сюрпризы Еще впереди В подвале у дворников стянул Думаю, они дома и не хватятся А вы что, собираетесь здесь дома и оставаться? Отлично Отлично Проверим Идет Ну вы молодец Я бы ни за что не догадалась А вы что, так будете стоять? А иначе вода не пройдет Ну я тогда мыться не буду У меня крючка в ванной нет Ах, крючок вам все равно не понадобится Почему? Дверь плотно закрывать нельзя Шланг передавит И вода не потечет Ну, спасибо вам большое за хлопоты Сегодня я мыться не буду Психиатры утверждают Девяносто процентов наших страхов Беспочвены Например Неизвестный сантехник Вас по голове не стукнул Посылка не взорвалась А если здраво рассуждать Мы с вами здесь целое утро Одни К тому же дверь вы изнутри Можете привязать полотенцем Не хуже крючка будет Подглядывать отсюда за вами я все равно Не смогу Так что мойтесь спокойно А я пока на кухню приберусь Я там здорово намусорен Когда будете готовы Дайте команду открыть кингстоны М? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста Угол фонтанки и Невского Через цветы Ну поехали Включайте Холодное Горячий побольше Ай Кипяток Теперь холодный Так хорошо Спасибо Спасибо Ой, 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 ой Выключайте скорее воду Вы слышите меня? Выключайте скорее воду По соседней залью Боже мой, мне только этого не хватало Где-то стоит параша перед ней Друзья мои Параша эта На перстнице ее Затей Шьет моец Вести переносит Поношенных капотов Просит порою с барином Шалит порой на барина Кричит и лжет Пред барыней Отважно Теперь она толкует Важно О графе О делах Его Не пропускаем Ничего Бухфист разведать Где успел Но госпожа ей наконец Сказала Полно Надоело Спросила кофту И чипец Ледла И выйти Вон велела Пожалуйста, побыстрее Ну вытирайте побыстрее У меня сердце согрелось Спина только мерз Держите Крепче не выпускайте Я пускаю воду Я только голову смою Крепче не выпускайте Все, можете выключать Можно сматывать Шла Субтитры Спасибо вам большое за помощь, но нельзя ли побыстрее? Ко мне вот-вот должны прийти. Я носил брус. Знаешь, к нам теща приехала. Спасибо тебе за потрясающий подарок. Пожалуйста. Осторожно, мы не одни. Кто здесь? Не волнуйся, там сантехник, ванну чинит, скоро уйдет. Душечка, у меня всего полчаса. Мы очень-очень рискуем. Я очень-очень-очень рискую. Очень рискую. Ой, какая красота. Это что? Это пеньюар. Дорогой, наверное, да? Тебе лучше знать. Почему мне лучше знать? Я вообще, честно говоря, в ваши отделы не хожу. Наташа, иди. А что же его для меня твоя жена купила? Почему она должна была бы его покупать? У нее есть, конечно, свой. Но не такой, конечно, похуже. Но ей сойдет. Наташа! А французское шампанское тоже не ты купил? Какого шампанского? Я что, дурак тебе французское покупать? Нет, я в том смысле, что ты же любишь полусладкое. Ну, зачем тебе французское кишки? Дожечка, ну, послушай, не морочь мне голову. Ну, давай. Мне надо бежать. Мне бежать надо. И открытка не от тебя. Ну, какая еще открытка? Какая еще? Ну, какая еще открытка? На французском языке? Прекрасно незнакомка. Окей. Это ты, что ли, мне незнакомка? Целый год уже. Я в том смысле, что... Натали, ну, это же любовная записка. От кого? Сегодня утром посыльный принес. Я думала, от тебя. Ты думаешь, что я способен на такую пошлость? Какой-то я оборот неправильный. Мне вообще это, по-моему, устал какой-то. Ну, почему же пошлость? Мне очень приятно было получить эту посылку. Даже если бы там не было такого пеньюара. Понятно. Ну, так хорошо. А, в том смысле, что... Это что, ты не понимаешь, кто вообще это мог бы прислать? Ни малейшего намека. Кроме тебя, других любовников у меня нет. Ну, это понятно, а что нет? Нет, я в том смысле, что если бы они были, ты бы не показывала мне этот пеньюар. Правда? А я такой тайный вздыхатель. Ну, пока не объявился этот вздыхатель. Наташечка. Надо, чтобы сначала сантехник ушел. Он что, еще здесь? Да. Извините, вы все собрали? Сейчас, сейчас. Сейчас он уйдет. Давай пока чай попьем, я торт испекла. Какой чай? Какой торт? Время, Наталья, время. А что вы тут делаете? Ремонтирую. А разве что-нибудь сломалось? Наверняка. Знаете, первый закон сантехники. Все, что может ломаться, ломается. А все, что не может ломаться, засоряется. Все, что может ломаться, ломается. Все, что нужно зазоветься, засоряется. Да, это какой-то идиотизм какой-то. Нет, я его сейчас выкину. Не надо изображать из себя бельмондо. Подтекает. А, я вас понял. Вот, пожалуйста, возьмите на бутылку. Купите себе водку или пиво. Здесь хватит. А я не знаю, что сейчас водопроводчики пьют. На то, что я пью, у вас денег не хватит. Что он сказал? Он говорит, что, к сожалению, не может вас пригласить к столу. Если он хочет, я могу остаться? Нет, нет, нет. А что он сейчас сказал? Он просит вас уйти, побыстрее. На каком языке он говорит? На французском. Кто это такой? Сантехник. Он что, жил контором с углубленным изучением французского языка? А что он сказал? Я не совсем поняла. Он сказал, что второй закон сантехники, когда не знаешь, что происходит, сливай воду. Ты его раньше видела? Да нет, он в нашем жеке по совместительству. Подозрительный тип. Ну ладно, давай забудем об этом, Наташенька. У меня же очень мало времени, я прошу тебя. Ты же не хочешь, чтобы у меня дома был скандал? Ладно, давай не будем огорчать твою жену. Ну да. Наташечка, ну не обижайся. Ну так сложилась жизнь. Се ля ви. Если бы я тебя раньше мог встретить. То сейчас бы убегала от меня к своей жене. Или к какой-нибудь студентке. Про Федорову это клевета. Клевета. Я к ней не приставал. Она пришла ко мне. За счет признать. И все. И дверь случайно захлопнулась. Нет. Там, честно слово, были такие сильные сквозняки. Который час? Хватит пугаться. Ты же знаешь, что у меня часы на 10 минут спешат. Так же можно до инфаркта довести. Сколько раз я просил тебя поставить стрелки нормально. А мне торопиться некуда. На работу вставать у меня будильник есть. А то, что меня муж с любовником застукает, я не боюсь, у меня мужа нет. Это ты все время на часы споришь. Неправда. Я не смотрю. Ну ты понимаешь, ко мне теща приехала. Она у нас в гостях. Ты что думаешь, что я хочу идти домой? Я думаю, что ты не хочешь идти домой. Я думаю, что тебе гораздо приятнее поваляться со мной на диване. Никаких обязательств, никаких забот. И даже по дому помогать не надо. Вот он, наш российский монаритет. Вместо того, чтобы радоваться, доставлять друг другу удовольствие. Нет, обязательно нужно раздуть проблему, рану поковырять. Я знал, что ты когда-нибудь начнешь этот разговор. Но я не знал, что ты захочешь мне испортить праздник. Впрочем, это мой праздник. Восьмое марта. Вот как ты любишь валить все с больной головы на здоровую. Спасибо, что забежал. Поздравил. И тебе большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, Кузя, остались мы с тобой одни. Ну и хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Милые дамы, наш праздник в самом разгаре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Лучше пойдет. А я на свою жизнь не жалую. Ой, все, все, все. Так. Ага. А как ее зовут? Это он. А вы откуда знаете? Молчаливый. Да, Мяк понял. Молчаливый. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Что пошло? Да! Эх. Так, это мы пошли сюда. Берегись. Берегись. Бегись! Бегись! Вот! Удовно! Ой-ой-ой! Посуду лучше убрать, а то… А здесь без второго гвоздя не обойдутся. Я сейчас на кухню слетаю за молотком, я в шкафчике видел. Вы у меня даже гвозди нашли? А-а-а! У меня на них, Нюх! Я пойду чайник поставлю. А-а-а! Вот! Ну, вы просто золотой муж, врач, в сантехнике разбираетесь, на двух работах работаете, печь любите, мебель переставлять можете. Я думаю, что ваша жена на вас просто намолиться не может. Точно не может, потому что я не женат и даже никогда не был. Почему? Ну, потому что я не хочу никому жизнь испортить. Работа такая, никогда не знаешь, вернёшься ли трезвым. Ну, не хотите говорить серьёзно, не надо. Да нет, если серьёзно, то я всё время в командировках. И только с кем-нибудь познакомишься, сразу пора прощаться. А вы по командировкам как сантехник ездите или как доктор? А что вы всё время обо мне, да обо мне? Откровенность за откровенность. А почему вот такая красивая, умная женщина и не замужем? Вы недавно развелись? Нет. Нет. Я никогда не была замужем. Почему? Ну, ещё в юности полюбила профессора. Я, конечно, понимала, что он на мне не женится. Потому что у него семья и дети, да и разница в возрасте у нас была почти 20 лет. Хотя меня это не смущало, но его почему-то пугало очень. Мы встречались 10 лет, потом он умер. И потом все остальные мужчины стали казаться вам не такими тонкими, умными, понимающими. Да. Я смотрю, вы ещё знаток женской психологии. С вашими талантами вам бы политиком и бизнесменом дать? Зачем? Ну, разъезжали бы сейчас на Мерседесе или на джипе, а не лежали бы у меня под ванной. А я вашу ванну ни на один Мерседес не променяю. Благодарю за комплимент. А если серьёзно, то вам нравится ваша работа? Правда, я так до сих пор и не поняла, где вы работаете. Нравится. А вам что, нравятся современные деловые мужчины-победители? Ну, во-первых, я с ними не так уж часто общаюсь. Во-вторых, конечно, мне нравятся талантливые, мужественные, предприимчивые мужчины. Но это вовсе не означает, что я могу полюбить только мужчину-победителя. Талантливые и мужественные, увы, зачастую проигрывают. Потому что играют. Честно. То есть, порядочность вы ставите на первое место. Это ваш принцип? Ну, не надо называть это принципами. По-моему, это так элементарно, как личная гигиена, например, как чистка зубов. А вы по-другому считаете? К сожалению, бывают обстоятельства, когда почистить зубы просто невозможно. А остаться порядочно? Ещё труднее. И что же вы делаете в этом случае? Думаю, как остаться порядочно? Ну, что же, совсем неплохо для современного мужчины. Ну, идёмте, я вас за это тортом угощу. Спасибо. Если честно, я не люблю этот праздник. Почему? Все мужчины элегантны, галантны. Место в транспорте уступают. А мне кажется, что это даже и не праздник, а какой-то эксперимент по выработке условного рефлекса у мужчин. Все 8 марта кидаются покупать цветы, дарят своим женщинам. А потом целый вечер вырабатывают слюну в ожидании обещанного ужина и выпивки. А вдруг когда-нибудь условный рефлекс превратится в безусловный. И мужчины начнут устраивать вам праздники один раз в месяц, потом один раз в неделю, а потом и каждый день. Я тоже сначала на это рассчитывала. Ну, получается, всё с точностью наоборот. Давайте я вам ещё положу. Ой, с удовольствием. Спасибо. Вы не любите мужчин? Ну, почему же? Наоборот, я очень хорошо к ним отношусь. Но только не 8 марта. Похоже, я попал под горячую руку. Я всё хотела вас спросить. Это вы посылку с шампанским организовали? Нет. Но вас даже детектор лжи не разоблачит. Зачем мне организовывать посылку? Хотели удивить, заинтриговать. А у меня и денег-то таких нет. А на пальму? Есть. Ну, хорошо. Слушаю. Когда? Уже вышло? Я спущусь через 5 минут. Это... Что теперь, всем сантехникам такие радиотелефоны выдают? Или только в вашем ЖЭКе? Очень удобно. Ты на задании, а если где-нибудь авария... Тебя вызывают. Авария устранена. Да, жертву разрушения нет. Наташа. Простите меня, пожалуйста. Но я сейчас должен уехать. Срочное дело к Боте, но не ладно. Вернусь и все вам объясню. Может быть, даже сегодня... Дверь я захлопну. Много. Вернусь и все. Вернусь. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Звучит музыка. Пора. Да? Давно пора. Ну рассказывай, что у тебя тут происходит? О, перестановку сделала. Как здорово. Если вкратце. Я поругалась со Стоцким. Наконец-то. И познакомилась с одним очень странным сантехником. Ой, он тебе переставал. Нет, он не переставал. Жаль. А как я выгляжу? Да как всегда. Ты что, Наташка? Нет, так выглядеть. Ну с моими же камерами будешь нормально выглядеть. А вот у меня такое ощущение, что он от меня шарахался, как от старухи. Перестань ты, старуха. Вот ты кто. 30 лет. 39. А у меня случай был. Слушай, мы с девчоной вышли в баню, а там сантехник что-то там ремонтировал. Ну вот, так у меня даже ничего не дрогнуло. А он, когда мимо нас проходил, даже не взглянул. Так ты что, думаешь, что мой сантехник в женской бане работал? А я думаю, что он вообще даже не сантехник. Слушай, хочешь чаю горячий еще? Ой, с тортиком своим? Да. Хочу. Ой, как я люблю твои тортики. Господи. А кто же он, если не сантехник? Говорит, что врач. Ну, может, и врет. Он только что на джипе уехал. Ой. Это откуда? Он нарисовал. Подозрительный тип. Слушай, собирайся. Поехали к нам, поживешь у нас несколько дней. Вера, если бы он хотел меня убить, или даже и снасиловать... Ага, сейчас жди. Он бы давным-давно это сделал. Он обещал прийти и все рассказать. Ой, никогда бы не подумал, что такая отчаянная. Подожди, портрет жалко. Да ладно, а что теперь торт не есть? Придет, еще нарисует. Авантюристка. Как ты печешь, а? Мне никогда так не научиться. Слушай, если сантехник разъезжает на джипе, значит, он не сантехник. Тонкое замечание. Подожди! А вдруг он за Стоцким наблюдает? А вдруг это Стоцкий маньяк какой-нибудь? Растлитель сорокалетних женщин. Оставь покой Стоцкого. Семейные измены у нас не подсудны. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Ну, с кого чего надо? Знаешь, что странно? Посылка с бельем и шампанским не от Стоцкого. От кого? Я была подумала, что это все сантехник организовал. Оказывается, что он еще и французский знает. А-а-а! Мог открытку на французском написать. Точно. Но, с другой стороны, дарить незнакомой женщине белье, в общем, как-то не принято, да? Конечно, у нас не принято. Потому мы в автоответчиках ходим. Да что ты привязала к моему автору? Ну, ладно, не обижайся, ну что ты. Покажи пеньюар, а? Боже, красота какая! Настоящий шелк натуральный. Поверюк и вышивка. Боже, красота какая! Боже мой, ой, ой, как мне идёт, Натусик! Не надо, как он надевает! Для себя! Ой, слушай, как мне идёт, боже мой! У меня такого нет. Красавица! И так шиком распредним! А чё ты вон? Ну, подожди, Вер, ну подожди! Подожди, за рукав! За рукав возьми! Да вот так! Вот так вот! Ой, слушай, Веща, слушай! Если это посылка от Сантехника, тогда это меняет картину! Тогда он вербовщик! Точно! Слушай, он вербовщик! Он вербует для работы за границу! Точно! В эскорт! Богатых сопровождать! Тебе бы романы писать! Маринина бы отдохнула! Тогда какой-нибудь миллионер на тебя глаз положил! А этого сюда заслал с посылкой! Чтобы он убедился, падкая ты на роскошь или нет! Да, если ты, значит, наживку заглотнёшь, тогда он тебе браслет пришлёт, потом кольцо, а потом сам явится, маленький, лысый, вот с таким животом! Ха-ха-ха! 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 Ну а почему? Только такие подарки дарят! Они же понимают, что им надеяться не на что! А это другие думают, что не Аполлоны! Что от одного их вида у нас башню снесёт! Такие подарки не шлют! Нет никакого миллионера! Эту посылку мне прислал мой бывший ученик Юра Морозов! Что ты молчала-то? Ха-ха-ха! Так! Ты ученичка образ собратила! Я никого не собращала! Он сказал, что эту посылку его мама для меня передала! Стоп! Мам сколько лет? Маме? Наша ровесница, да? Докатилась! Нетрадиционная сексуальная ориентация! Я с тобой с ума сойду! Вера! Это он! Слушай, иди открывай! А я здесь в засаде посижу! Кто это? Мне это Наталья Павловна! Я от Юры Морозова! Здрасте! Вот! Только осторожней, не разбейте! Что это? Ну, как Юра просил зайти, вам передать и поздравить! А вы знаете, что тут? Да, конечно! Огурцы в банках! Ну, мама Юры сама солила! Слушайте, он столько про вас рассказывал! Да? Что именно? Ну, говорит, серьезная женщина, строгая, но очень красивая! Это правда! Калиброванные! Один к одному! Проходите! Да нет, знаете, я это... Я лучше, пожалуй, пойду! Ладно, спасибо! И чё так! До свидания! До свидания! А может, он сообщник? Чей? Миллионера или вербовщика? Слушай, на всякий случай нарисуй мне его словесный портрет! Невысокого роста! Так! С хорошей фигурой! Так! Видно, спортом занимается! Волосы такие... Темные! С проседью, как ты любишь! Особых примет нет! Хотя усы! Вот! Что? Усы! Дальше! Улыбка! Хорошая! Глаза! Глаза! Мужские! Я бы на твоём месте с этим сантехником... Это точно он! Слушай! Я губную помаду с тортом съела! Дай мне губную помаду! Зато у тебя глаза блестят! Кто там? Сантехники Жека! Как? Опять? Да! Опять! Давай! Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! Сантехника вызывали? Нет, нет, нет! Сегодня никакого ремонта больше не будет! А я и не собираюсь ремонт делать! У меня сегодня праздник! Я Конституцию не нарушаю! Вы у меня по графику первое, после праздников стоите! И мне Сергеевич нужен! Он там у вас звание сидит! Сергеевич! А... Вы его откуда знаете? Здравствуйте! Вы с ним работали! Здравствуйте! 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 Это наш сантехник! А-а-а! Здравствуйте! Здрасте! С праздничком! Спасибо! Вот он какой, значит, северный олень! Поздравляю! У тебя хороший вкус! А скажите, вы с Сергеевичем что, в одном Жеке работаете? Нет, не в одном, а не в нашем работе! Но мужик он хорош! Я бы сегодня вашу ванну помогал ремонтировать! Как? Я... Я вас что-то у себя не видела! Да? Да! А хотели бы видеть? Боже, сохрани! Мне только вас еще не хватало! Алексей! А, очень приятно! Для вас, для вас! А для остальных Михайлович! Понятно! У нас у сантехников или имя, или отчество! Отчество! Точно! Слушай, если тебе что-то надо из сантехники, ты ко мне приходи и это все недавно! А-а-а! Только тебе телефончик уйти или адрес чего-нибудь, чтоб сориентироваться! Да спасибо! Так у нас в Жеке свой есть такой же! Не рай! Это не он! Это не он! Не он! А-а-а! А-а-а! Я тебе говорю не он! А-а-а! Это не я! Это не он! А-а-а! Вот ты золотая лапочка! Ну, слушай! У тебя выбор! Мой человек! Тебе весь Жек ходит! Не, не весь, не весь! Не надо! Не надо! Мы только с Сергеевичем ходим! Правильно? А к тебе я не буду ходить! Отлично! Я Сергеевича с собой не беру! Вот! Да! О! Позволь поздравить с международным дамским днем! Ну все, Наташ! Я у тебя одного сантехника отбила! Ну все, хватит! Хватит! Скажите мне! Скажите мне! Скажите мне! Откуда этот Сергеевич взялся? Сергеевич! Откуда? Откуда? Ниоткуда он не взялся! Он в нашем доме живет! Так он что? Этот Сергеевич не водопроводчик? Я водопроводчик никуда лишний! Везде сегодня ко мне бегал! Я тут рядом жил, у меня 42-я квартира! Так! Так не забудь! 42-й этаж! Забудила! Забудила! Не забудила! А зачем он бегал? Зачем бегал ты? Он? Советоваться! Да! То ему инструмент дай, то ему шланг дайди! То ему покажи, как что менять! Я же 30 лет в сантехнике! Так что могу закрытыми глазами! А зачем ему нужно было мою квартиру ремонтировать? А вот это я сам не пойму! Девчонки, я этого не понимаю! Я им говорю, что ты у меня по графику после праздников первая стоишь! Он говорит, Михалыч, очень нужно! Очень важно! Очень срочное дело! Я говорю, что там срочного дам! Слушай, Лёха! 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 Слушай, а ты не знаешь, где он работает? Он? А я думал, он шпион! Вот! Какой шпион? Какой же ты американец? Лёха! А как вы его разоблачили? Теревитарный! Я же доктор Вакцентр! Он мне три бутылки 72-го портфейна поставил! Я этого портфейна уже пятнадцать лет не видел! Мы теперь сухое пьём с тобой! Слушай, шпион! Точно шпион! Ну а что шпион? Я говорю, мужик он хорош! Точно! Он мне и денег заплатил! Я сейчас! Вот такими дешевыми! Доллары! Вот они! Ну, ты видишь? Ой, девчонки! Вы меня извините! Я... Я понимаю, что у вас праздник! Простите, ради Бога! Я это... На секунду! Мне бы систему слить! А, не-е-е-е! Да вы уже, Сергей, чем ванну уже починили! Иди! А то ещё туалет порушите! Иди, Лёха! Рядом живёшь, добежишь! Давай! Я так добегу! Да добежишь, давай! Я тебе скажу, если мне систему я об тебя уговорю! Ой, иди ты уговорю! Давай, Лёха! Да! Вы позвоните сегодня! Не забудьте! Позвоним, позвоним! Помни, Лёха! Погодите, телефон! Ох! Ну всё! Счастливо! Лёха! Завтра позвоню! Да поговорим! Ну, давай! Лёха! Я прошу тебя! Прошу тебя позвонить! Ну всё! Ну всё! Замётанное! Видишь! Ну что здесь надо было делать Сергею? А? Вот вопрос! Водопроводчик! Водопроводчик! Ну конечно! Не сам техник, а водопроводчик! Я всё поняла! Слышко вы американцы водопроводчиками называют! Сыроушников! Эти, которые жучки ставят! Ну, подсушивающие аппараты! Я в книжке про Никсон читала! Вера, 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 не мелькай! Я прошу тебя! Ну зачем ему в моей комнате жучки ставить? Ну, если у тебя есть поинтересней версии, пожалуйста! Готовы выслушать? Слушай, а ты ничего за ним такого необычного не замечала? Вот! Он мне пальму подарил! Вот тут жучки надо искать! Здесь проводка! Вера, не тронь! Это он сделал? Водопроводчик? Ой, это ты сделала! У тебя фонарик есть? Нету! Там рядом с тобой полочка! На ней подсвечник! А ещё правее ваза стоит осторожно! Ой! Ну, в общем, вазу ты нашла! А подсвечник за ней! Не бойся! Он металлический! Есть! Так, теперь давай мне сюда! Идём зажигать на кухню! Ах! Боже мой! У меня же зажигалка электрическая! Ой! У меня в шубе есть газовая зажигалка! Я у своего отобрала Женьке! Говорит, весь класс уже курит! Да что ты! У нас вся гимназия тоже курит! Атусь, прости меня за вазу! Ну, тебе и твой профессор подарил! Ну, ладно! Может, на счастье! Вот именно что! Слава Богу! Слушай, мне же домой пора! У меня мужики заждались меня! Ужин праздничный готовят! Слушай, у тебя таблеток нет на всякий случай! От желудка! Поехали к нам, а! На тусь! Поехали! Они, говорит, сюрприз так делают! Ну, у меня уже на сегодня сюрпризов достаточно, а! Я сейчас твоим тортик заверну! А то я после праздников на диету сажусь! Худею! Поехали! 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 Да ладно! А ты думаешь, что он вернется, да? И если что, сразу звони! Нет, лучше я тебе буду звонить! Каждые полчаса! Если не поднешь телефону, звони в милицию! Верочка, я тебя умоляю. Только не каждые полчаса. И не забудь. Сначала дозвонись до меня, а потом уже звони в милицию. Не перепутаешь? Ничего страшного, если и перепутаю. Мне твоя жизнь дороже. Ну ладно. Не хандри. Ой, я же тебе подарок забыла вручить. Верочка. С праздником тебя, дорогая моя. Спасибо за тортик. Едешь домой позвонить? Обязательно. Ой, я же тебе забыла анекдот. Мне же девчонки анекдот рассказали. Слушай, хорошо моряку приплыл домой, а в порту девушка ждет. Хорошо летчику прилетел домой, а на аэродроме девушка ждет. Хорошо машинисту приехал домой, а на вокзале девушка ждет. Плохо только девушке бегать с вокзала в аэропорт. Аэропорт. Пока. А то не уйду никак. Пока, пока. Звоним, привет. Дорогие какие. Наверное, по цвету не подошли. Аэропорт. КОНЕЦ КОНЕЦ Входите. Вы это сказали таким голосом, что я сразу почувствовал, что не выполнил домашнее задание. Я бы пригласил своих родителей, но, честное слово, у меня их нет. Вас хотя бы Сергеем зовут? Вот мой паспорт. Я вам говорил чистую правду. В целом. А в частности? Давайте начнем все сначала. Если вы имеете в виду ванну, то ни в коем случае. Я имею в виду чай с тортом. Но если хоть одно слово лжи... Вы мне бросите торт в лицо. Договорились. Договорились. А ванну я вам починю. Можете не беспокоиться. И в ванну, и в миксер, и проводку. На этот раз, я надеюсь, с вашим коллегой? С Михалычем? Так, значит, он меня искал. И вы, конечно, его раскололи. Ну, недаром говорят. Учитель, исследователь родственной профессии. Вот и рассказывайте, на кого работаете. Так вы уж, наверное, догадались. Жалко, вы не слышали версии моей подруги. Это она тортик поделила? Не увиливайте. Садитесь. После вас. Итак. Как говорят в американских фильмах, я работаю на правительство. На какое? Ну, это уже смешно. Ну, конечно же, на наше. На российское. Ну, хоть это, слава богу. А зачем вы влезли в мой дом? Хотел с вами познакомиться. Зачем? Ну, как зачем? Вы мне понравились. Очень понравились. А где вы меня увидели? Во дворе. Я совсем недавно переехал. Неделю назад. А откуда вы узнали, что у меня ванна сломана? Очень просто. Я перед праздником зашел в ЖЭК, А вы как раз стояли и подавали свою заявку. Я стоял рядом. А я вас что-то не помню. Увы. Я не броский. Не прибедняйтесь. А зачем вам понадобилась сантехника редится? Подошли бы на улице. И что бы я вам сказал? А что бы вы мне ответили, что вас дома ждет муж? Я, конечно, догадывался, что вы не замужем. Но в таких вещах нужно подстраховаться. Вопросы еще есть? Да. Посылка ваша. Магия. Ну, хорошо. Содержимое посылки я еще как-то могу понять. Ну, зачем вам понадобилось открытку на французском языке писать? С чего вы решили, что я французский знаю? Я как раз был наоборот уверен, что вы его не знаете. И когда дело дойдет до открытки, тут появлюсь я и переведу. А потом намекну, что это от меня. Но тут оказалось, что не один вы знаете французский. Ужас в другом. Когда я догадался, что вы не замужем, я так обрадовался, что даже предположить не мог, что у вас есть друг. Интересно. Как вы догадались, что я не замужем? Ну, женщина приходит в ЖЭК подавать заявку сама. Ну, в наше время это нормально. Ну. Нет, 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 только не это, пожалуйста. Сдаюсь. Я за вами подглядывал в бинокль. Мои окна как раз напротив ваших. Так вот откуда вы знаете, где у меня лежит отвертка? Наташа, я знаю, подглядывать нехорошо. Мне ужасно стыдно. Хотя, опять я вру. Мне совсем не стыдно. Я болван, я заигрался. Вы имеете полное право послать меня в любом направлении. А, пожалуйста, если вы меня когда-нибудь простите, позвольте мне все-таки вам позвонить. Возможно. Понимаю. У меня есть к вам одна просьба. Забирайте. Я, как большинство хозяек, сама свои торты не ем. Наташа, у меня к вам еще одна просьба. Пожалуйста, одолжите мне гель для души. Мой закончился, а я у вас в ванной видел. У вас все равно. Еще два дня не будет воды. А если понадобится, вы мне махните рукой в окно. Вы больше не смейте за мной в окна подглядывать. Я и так все думаю, что вы могли увидеть. Сознаюсь, все, что я хотел, я увидел. Я и пришел. Вот. Спасибо, я пойду. Не может быть. Алло. Ну, живая я, живая. Не волнуйся. А то у меня телефон опять начал падать. Нет, еще не пришел. Обязательно позвоню, все расскажу. Целую. Ну, пока. Вот видите, дурной пример заразителя. Я уже пользуюсь вашими штучками. А попросту говоря, вру. Я надеюсь, что я буду иметь возможность научить вас более приятным вещам. То есть... Вам пора идти. Да, да. Спасибо. До свидания. Да, Наташа, телефон, номер телефона. Двести пятнадцать... Сорок четыре... Двести пятнадцать... Наш праздничный вечер еще не закончен. Впереди новые интересные программы и целый фейерверк поздравлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok